Иисус 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 В доказательство ссылался на пророка Амоса За три преступления и за четыре не пощежу Книга пророка Амоса, глава первая, стих третий И книгу Иова Вот все это делает Бог два-три раза с человеком Книга Иова, глава 33, стих двадцать девятый Все это наводило на мысли Если Всевышний прощает только до трех раз Как можно быть великодушнее Творца и прощать большее число? Но перед Петром стоял сам Сын Божий, никогда не отвергавшийся искренне кающихся мытарей и блудниц. Он сам сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Итак, Петр спрашивает, в какой мере надо быть великодушнее фарисеев? До семи ли раз прощать согрешившему брату или более? Господь отвечает ему, до семи ж до семидесяти раз. Если понимать это буквально, то этот предел недостижим. Какой человек 490 раз в день огорчит друга и столько же раз попросит у него прощения? Но это типичное для Писания образное выражение. Число семь в Писании символизирует множество, совершенство. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Псалом 11. Или «Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает». Первая книга царств, глава вторая, стих пятый. Итак, согласно особенностям библейского языка, до семи ж до семидесяти раз, значит, до бесчисленного множества раз, бесконечно. Тем самым Господь открывает, что иудейские мудрецы, пристрастившись к букве, не увидели за ней духа. «Царь Моносия грешил не три и не четыре раза, а бесчисленно прогневлял Бога идолопоклонством и кровопролитиями, и был прощен». Вторая книга «Паралипоменон», глава 33, стих 13. «И народ израильский, выведенный из пустыни, искушал Бога десять раз и каялся, прежде чем настал конец долготерпению Божию». Книга «Чисел», глава 13, стих 22. «Отсюда следовало, не подчинено долготерпение Бога каким-то жестким численным закономерностям, из-за которых кающийся мог бы погибнуть, а не раскаянный коснеть во грехах. Милосердный Господь бесконечен в любви и готов ждать и прощать сколько угодно, лишь бы человек в конце концов отвратился от греха». «И нам, призванным быть совершенными, как и Отец наш Небесный, следует прощать до бесконечности, а суд над всеми грехами против нас оставить Богу по-сказанному. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok